Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы поговорим о довольно громкой новости, которая связана с эксклюзивами PlayStation 4. Перед началом ролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал, чтобы помочь каналу в развитии. Спасибо! Начнем с того, что немало известный игровой журналист Антон Логвинов месяц назад заявил о том, что Horizon Zero Dawn выйдет и на ПК. Многие в тот момент, в том числе и я, не слишком придали этому значению, поскольку звучало крайне странно, внезапно и зарубежные источники об этом молчали. Но наш Тоха оказался в этой ситуации словно пророк и, видимо, первее всего мира. Буквально на днях зарубежные источники проснулись и начали подтверждать информацию Логвинова. И дело в том, что, по их словам, это даже не единственный эксклюзив, который перекочует на ПК. Вспоминая тот момент, когда все обладатели Xbox поперхнулись, узнав, что эксклюзивные игры уже якобы не эксклюзивны, ярые фанаты PlayStation начали орать в голосину, биться в припадках, что их консоль теперь однозначно лучше. Ну и все обладатели Xbox тупые говноеды, что купили консоль без эксклюзивов. Сразу скажу, что я срач разводить не собираюсь и я в этой теме объективен. И лично мне, по большему счету, все равно на всякие сливы и так далее. Так как я покупаю все то, что мне нравится и играю в то, что хочу. Да и всем советую играть на той платформе, которая больше всего по душе. В этой ситуации мне очень интересно наблюдать за перебыванием аудитории. Я не могу выделить конкретного человека, поскольку я не слежу за всеми. Но по общим отзывам и обсуждениям, даже невооруженным глазом можно заметить, что аудитория ярых фанатов PlayStation перебывается на ходу. Я даже бы сказал, на лету. И по большему счету, это началось вообще с анонса в Epic Store Heavy Rain и Детройда. По словам фанатов, в то время это не было ничего страшного, ведь это единственное «говно» в кавычках игры, которые туда слили. После анонса Death Stranding на ПК была аналогичная ситуация, и гений Кодзима за одну буквально новость перестал быть гением. Ну а также его проект оказался далеко не для всех. Хотя до этого его обсасывали как только могли, даже не зная за что. С этой новостью о появлении еще одного эксклюзива Sony, а конкретно Horizon Zero Dawn, многие ее также смешали с говном. Будто в игре нет ничего выдающегося. Игра вообще дерьмой и кому она только нужна. Хотя в принципе игра высоко оценена, многим понравилась и многие за нее купили консоль. Да и в принципе игра объективно неплохая. Но после слива ПК будто что-то портит игру. По сути, выход того или иного консольного эксклюзива на ПК никаким образом не вредит игре. Игра остается той же игрой, но здесь страдает ассоциация. Дело в том, что те, у кого нет возможности поиграть в абсолютно все и заполучить все игровые платформы, пытаются купить максимально лучший продукт. Благодаря рекламе и общему хайпу в начале, PS4 стала безусловно лучшим вариантом для многих. Ведь ее везде рекламируют, ее хвалят, значит оно так и есть. Тем более у нее есть реальный плюс в виде игр, которые недоступны на другие платформы. И за счет этого многие почему-то не могут смотреть правде в глаза. И в случае бессмысленной защиты репутации своей единственной консоли на последней новости, они вышедшие игры на ПК тупо поливают говном. Если мыслить разумно, то это такой бред и тупо бессмыслица. Мы по сути подходим уже к девятому поколению игровых консолей, и многие пользователи все так и не уяснили, что главное получать удовольствие от игр, а не от того, чья платформа лучше. В случае с Sony их решение объяснимо. Перед выходом PS5, если что по предварительной информации она выйдет осенью этого года, Sony лишь подогревает интерес к этой франшизе, знакомя ее с ПК-пользователями. Я не знаю точно, как будет с эксклюзивами Sony в будущем, но скорее всего на PS5 будут выходить игры только под нее. И те самые ПКшники, которые будут хотеть видеть продолжение того же Хорайзона, при его выходе только на PS5, конечно же будут хотеть приобрести PS5. Грубо говоря, это некая замануха перед второй частью. Та же самая стратегия была и у Майков, когда они дали возможность оценить ПК-игрокам вселенную Хейла. Но только у Майков все это направлено на продажу подписок и игр, в то время как у PS5, скорее всего, будет уклон на то, чтобы покупали именно их консоль, оставляя при этом для пользователей приятный бонус в виде эксклюзивных игр. Помимо этого, Sony прежде всего делает деньги, продолжая зарабатывать на старых играх на другой платформе. Выйдут ли на ПК такие игры, как Человек-паук, God of War или Uncharted, неизвестно, поскольку такой информации не было. Но учитывая, что Only PlayStation уже не особо Only, исключать этого не стоит. Повторяю, что слив эксклюзивов на ПК это нисколько неплохо. И я за то, чтобы у игроков был просто выбор удобства. По типу, мне удобен ПК, значит я играю на ПК. А самое главное, без каких-либо ограничений в играх. Да, так скорее всего не будет, но спасибо Майкам за то, что не ограничивают в том, где играть в их игры. Посмотрев на эту ситуацию, ПК по сути является той платформой, которая собрала в себе даже консольные эксклюзивы. И лично я все равно не перейду на ПК, так как лично мне играть на ПК и заморачиваться, чтобы просто запустить игру не хочется. Я уже записывал на эту тему видос, если хотите, гляньте. И даже после таких новостей я все еще кайфую от Хуана и не собираюсь с него на что-либо переходить. Пользователям, которые рады за ПК-аудиторию, за то, что у большего количества человек появится возможность поиграть в хорошую игру, просто респект. Поскольку на мой взгляд это круто радоваться за кого-то еще, кроме себя. Как вывод к данному видосу скажу следующее. Неважно на какой платформе вы играете, главное, чтобы вы получали от этого удовольствие. На этом все. Если понравился видос, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши свои мысли по этому поводу и большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok